Мы в поселке Поселье. По данным из интернета, по состоянию на 2010 год здесь проживало около 4000 человек. Прошло 12 лет и количество жителей заметно выросло. А вот качество дорог даже на самых оживленных участках не выросло совсем. Почему так, сегодня мы разберемся. С прошлого года вообще ни разу сюда даже грейдинг не заезжал. Район вообще не выделяет. В основном люди делают все дороги за свой счет. Конкретно эта дорога ведет от главной улицы поселка Советская к ДНТ-судостроитель. За время нашей съемки поток транспорта практически не останавливался, что говорит о высокой плотности жителей на этом участке. Но вот ехать с нормальной скоростью без ущерба подвески автомобиля не мог никто. Дорога отвратительная. Вот эта дамба, да, можно сто раз лучше сделать. Но никогда не делать ее. Вот постоянно человек живет здесь, а я-то проездом. Но лучше сюда не ездить. А грейдинг тут вообще работает? Ой, не было. Вообще, однако не было здесь никогда ни разу. Ну, так-то было. Ну, сейчас не. Ну, когда это было, я вот вообще практически. За это лето хоть раз был? Не-не. Ни разу, да? Да, не был. Вот смотрите сами, машина вот сколько бьется. А вчера что-ли, видимо, было маленько. Маленько было, видимо, но и то некачественно сделали. А в дожди что вы можете сказать? Ой, там вообще. Сюда даже такси не ездить. Скажу, родник, они сразу говорят. О, не, мы до Бариса довезем, а там дальше. Да, вот действительно, до Бариса довозят и дальше сюда отказываются съездить. У всех тросы с собой есть. Ага. Трос в багажнике лежит. То есть обязательный атрибут? Да, конечно. Без этого никак здесь. Друг друга вытаскиваем. Когда здесь было меньше домов, здесь хотя бы можно было проехать со скоростью 40-50 км в час. Но вот сейчас в связи с тем, что трафик увеличился, машин больше. И после каждого дождика тут образуются большие ямы. Ну и, соответственно, скорость передвижения, подвеска, все это нарушается. Сейчас какую скорость мы едем? Сейчас мы едем 12 км в час. Обычно здесь можно было проехать раньше 40-50 км в час. Сейчас вот грейдер маленький какой-то прошел. Но опять-таки же его работа, надо лично сказать. Ну, думаю, нет. Мы обратились в администрацию поселка. Там нас направили в райцентр, аргументировав, что вся техника находится в их ведении. В районном центре застать мы никого не смогли, но зато нашли номер руководителя муниципального образования. Я сейчас пока не могу сказать, в каком они состоянии находятся. Надо выехать, посмотреть. И то, что они сейчас находятся в ненадлежащем состоянии, это я тоже не могу утверждать. Судя по опыту, после грейдирования никогда жалобы никаких не возникало. Но вы были в каком они состоянии? Как вы считаете? Очень-очень плохие, потому что мы ехали на машине, ну, со скоростью, там, наверное, не более 10 км в час, потому что, ну, быстрее невозможно. Нужен повторный выезд для того, чтобы осмотреть дорогу. А повторный выезд вы можете, ну, запланировать, сказать, как запланируете? Ну, я пока... Сейчас я пока освещаюсь, сегодня нет. Потому что сегодня сейчас заняты. Но плохие дороги – это не единственная проблема. По словам местных жителей, уже на протяжении года главная дорога не освещается, что создает опасность для людей. Так, сейчас еду по центральной улице села Поселья. Как видите, тут освещения нет, хотя вот фонари на каждом столбе есть. Люди идут в граммешной темноте, машины едут так же. Это ладно, какие-то неудобства создает, так это же в темноте могут кого-то сбить. Мы надеемся, что в ближайшее время будут приняты все необходимые меры, чтобы жители Поселья могли добираться до дома, не рискуя ни своими машинами, ни своей безопасностью. Никита Сампыцаренов, Булат Зандаков. Программа «Вместе». Мир. Байкал.